Практическая психология Иногда смотришь и видишь, вот этот человек в ресурсном состоянии, вот этот человек в дефицитарном состоянии. И что же такое вообще ресурс, наверное, сначала, да, и откуда, наверное, то, на что мы опираемся, да, на что мы можем использовать в той или иной жизненной ситуации. Ну, можно, да, сказать, наверное, ресурс как некое средство достижения целей, да, либо обеспечение какой-либо там текущей жизненной задачи, решения проблемы. Дело в том, что ресурсы как бы повышают ценность человека в глазах окружающих, да, и, ну, его, конечно же, самого тоже, да, то есть он знает, что вот, например, на это опираясь, я вот тут более выигрышен, да. Это влияет и на мнение самого себя, я так правильно понимаю, да, то есть я понимаю, чем я отличаюсь, например, там, от вас, там, вы от меня, да, какие у вас есть плюсы, какие у меня есть, например, минусы, да, и тем самым вдруг понимаю, я считаю, что можно эти самые ресурсы, оказывается, наживать, как бы образно говоря, да, укреплять, нарабатывать, да, осознавать, присваивать, потому что иногда он есть, он, да, как бы в зоне неосознавания находится, или человек, например, его обесценивает так, что он фактически, ну, не пользуется в жизни, не может показать другим, наверное, да, и эффективно его использовать. Ну, это мы так вот сейчас общими словами о ресурсах, ну, нам сегодня бы хотелось с вами, да, проговорить про такое, как жизнестойкость. Откуда этот термин, понятие это? Ну, мне, наверное, хотелось сначала добавить, что вообще, если мы говорим о ресурсах, то жизнестойкость – это некие, как некое качество внутреннее, которое нарабатывается, приобретается человеком прижизненной, которое даёт ему возможность использовать не только собственные ресурсы, но и ресурсы всё-таки внешней среды, в том числе тоже, да? Вот. Вообще сам термин достаточно, ну, скажем, свеже-новый, особенно для нашей отечественной психологии. В зарубежной психологии термин появился лишь в 80-х годах XX века. Американский психолог Мади его ввёл, но у него он звучит как «хадинес», и фактически переводится дословно как «выносливость». как «вносливость», как «способность» выстраивать систему убеждения о себе, о мире, об отношениях с миром. А в обиход уже отечественной психологии термин попадает благодаря Алексею, благодаря Леонтьеву в 2000 году, и он его переводит, Дмитрий Алексеевич, как «жизнестойкость». Да, и он рассматривает её как целостную характеристику личности, да, то есть как ответственность личности за успешность преодоления различных сложных для него жизненных ситуаций. Вот вы сейчас вот это говорите с точки зрения психологии, а я вот прямо изначально представляю, как зарождается жизнь, да? Да. Когда сперматозоид пытается оплодотворить яйцеклетку, да? Есть жизнестойки, есть нежизнестойки. Да, есть жизнестойки, есть нежизнестойки, да? Вот так и в жизни, да, мы с точки зрения психологии можем с вами тоже посмотреть на людей и у кого-то эта компетенция встроена в его личность, да? А у кого-то, может быть, она тоже встроена, но он её не осознаёт до конца, или же она не развита на таком уровне, на котором можно было бы на неё опираться. Правильно я понимаю, да? Да. Мне очень понравилось, то есть на самом деле существует множество смежных понятий, например, там Ананев говорит о жизнеспособности тоже, на мой взгляд, такой красивый термин, да? Кто-то говорит, Ролла Мэй говорит о мужестве творить, да? Вот что-то тоже, да, про это, да? Кто-то говорит про зрелость, например, Оллпор, да? Вот. И мне кажется, в общем, в этом рассмотрении этого понятия будет как раз вот такая вот метафора. То есть изначально вот ещё смежным термином является резилиентность, то есть вот, скажем так, резилиентность. То есть вот, мне кажется, можно жизнеспособного человека сравнить, ну, например, там, с мячиком резиновым, да? То есть, например, его сжали, но он снова вернул прежнюю форму, его там бросили об стены, он вернулся, и с нему, в принципе, ничего не случилось, да? Да. И тем не менее он остаётся цельным, да? Да, да, и сохраняет свою форму, да? Да, и функции свои остаётся при нём те же самые. Да, и в этом смысле, наверное, человека не жизнестойкого, можно того с неким сдутым мечом, да, который, в общем-то, при каких-то внешних воздействиях, ну, меняет свою форму, соответственно, да? В общем, деформируется, страдает под влиянием внешней среды. Вот как-то так. Хорошо. Вот это такие смежные термины, немного было об истории, да? А каким образом вот структуру эта компетенция наша с вами встраивается? В каком возрасте это всё начинается? Ну, я тогда, наверное, скажу о том, ну, вот как в концепции, например, того же МАДИ, три главных компонента, которые составляют ядро, жизнестойкость, и уже там, как они будут формироваться. Первое, как он его называет, это вовлечённость. И он объясняет, что же это такое. Это уверенность в том, что я могу найти то, что мне интересно. То есть если мне интересно, я тогда вовлекаюсь, да, появляется и процесс, и результат, да, и, то есть, фактически, это уверенность в себе и в том, что мир хорош, он идёт навстречу нам. Вот этот компонент формируется достаточно рано, но и для того, чтобы он появился, конечно же, это детский возраст, да, когда ребёнок воспитывается в атмосфере поддержки, принятия, любви, да, то есть я хороший, мир хороший, другими словами мы можем сказать. То есть мы, как родители, да, если мы ответственные родители, то мы можем уже понимать, что вот эту компетенцию мы взращиваем в ребёнке с маленького возраста. Ну, буквально, да, с маленького возраста. Тогда оказываем ему поддержку, когда его всячески настраиваем на то, что мир тебя любит, мир тебя принимает, да, люби мир тоже. Да, 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 да. Такой хороший очень посыл, такая базовая прямо основа, да? Да, я бы сказала, что здесь в противном случае человек ощущает свою отверженность, ненужность, ощущает себя вне жизни, да. Как будто бы я за пределами, да, всего происходящего, я просто с точки зрения наблюдателя. Да, то есть я бы даже сказала, что таким образом, как будто бы, получается, человек начинает обесценивать самого себя и окружающую жизнь. Это прекрасно можно вот известным анекдотом, да, проиллюстрировать, да, например, там человек выпил коньяк и говорит, фу, какая гадость, там, клопами пахнет, а другой, который с вовлеченностью говорит, ну, как интересненько, да, клопа раздавил коньячком, пахнет. Да, то есть вот что-то вот про умение найти вот в любом каком-то моменте что-то интересное для себя, ценное, полезное. А смотрите, это, в принципе, тоже зависит от родителей, да. То есть, например, ты же ешь яблоко. Стиль жизни, наверное. Да, конечно. Поскольку они... Кто-то говорит, вот эти яблоки всё время там кислые, там твёрдые, ещё что-то, да. Ну, гадость тёжа. Да, да, да. А я в это же время видела, ну, это прямо на истории жизни, да. А мама говорит, а ты кушай-кушай, потому что вот именно в кислых яблоках, которые вот быстро ржавеют, в них знаешь, сколько витамин, да, они просто тебе полезны. И ребёнок уже на это яблоко, которое кислющее, зелёное, твёрдое, смотрит уже на какую-то кладезь, на какую-то ценность. Да, вот в таких вот мелочах как раз, оказывается, мы можем закладывать то качество личности, как разнестойкость. Да, я сейчас вспоминаю такой прекрасный фрагмент советского фильма «Джентльмены удачи», где вот этот заведующий детским садом приходит в группу детей, воспитательница говорит, боже мой, завтрак, дети ничего не едят. И он приходит к детям, да, и говорит, дети, я вас обрадую, завтрак сегодня отменяется. Ура, ура, мы летим на космическом корабле, возьмите ваши космические ложки и хорошо подкрепитесь, потому что до обеда наш космический корабль на Землю не вернётся. Да, да, потрясающе. Посмотрите, да, прямо можно брать такие примеры педагогические, да, из литературы и из, пожалуйста, например, кинематографии. Да, которые дают возможность найти свой интерес, да, в том, что происходит. А это как раз и есть ядро, да, вовлечённость. Да, 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 да. Вот второй компонент, хотелось бы на нём поподробнее остановиться, это контроль, да. То есть это убеждение в том, что борьба, собственные усилия влияют на результат событий, даже если нет гарантии. Но здесь можно вспомнить вот эту притчу про лягушку в кувшине, да, одна из которых, в общем-то, да, лапки кверху и утонула, да, другая, да, прыгала, прыгала, прыгала и взбила, да, вот это вот всё в масло. Хотя никогда не думала о том, что, да, какой-то будет результат, она просто решила не сдаваться. Да, действительно, да, то есть получается, что человек с развитым вот этим компонентом, он, в общем-то, ощущает... Давайте ещё его раз назовём. Контроль над своей жизнью, да. Контроль над своей жизнью. То есть в данном случае человек ощущает себя как автор и хозяин своей жизни, да, он может говорить, я сам выбираю, я ощущаю, да, я вижу выборы, я могу, да, то есть он фактически присваивает себе свою собственную силу, я бы так сказала. Отлично. Но вот про ответственность здесь же, да, или ответственность это будет третья... Я бы сказала, что, наверное, здесь, да, то есть если это мои выборы, то это и моя ответственность за эти выборы. И мне вот очень понравилось, да, то есть противоположным полюсом является как раз чувство беспомощности. Я ничего не могу, и от меня ничего не зависит тогда. Давайте сразу же вернёмся опять-таки в детский возраст. И мы с вами понимаем, что ребёнок ведь он тоже, пробуя, да, взять под контроль какие-то свои действия, какие-то свои результаты, и при этом мы, как родители, можем ему в этом или помочь, или нанести такую травму, что он потом, в принципе, больше не будет никогда даже пробовать это делать, да? Да, да, да. Ситуации, например, какие вам приходят в голову? Ну, я думаю, что здесь уже возраст, речь идёт о возрасте постарше, это уже точно дошкольный возраст, там с трёх до семи и далее. Потому что у нас вообще функция контроля в мозге, да, она как раз отрабатывается с семилетнего возраста и дальше. Да, да, и далее, да, то есть когда ребёнок начинает проявлять инициативу, да, и в этом смысле это реакция взрослых на проявление инициативы, то есть это либо наказание, либо поддержание. Причём интересно, что здесь важно для того, чтобы этот компонент сформировался, чтобы ребёнок, ну, решал задачи повышенной сложности даже на пределе своих возможностей. Да, да, то есть тогда я, ну, не просто, да, вот как там даже, да, по-моему слову, не просто стать там хорошим, вернее, специалистом каким-то, да, прям первоклассным, да, то есть это вот что-то вот про такую внутреннюю мотивацию, может быть, про азар, да, какой-то. Да, да. И вот смотрите, опять-таки в бытовых условиях, да, ребёнок строит там из подушек какие-то там, да, из стульев какие-то там замки, да, и один родитель может сказать, да, что тут за кабардак такой там, да, немедленно всё это разбери, и он понимает, что бы он ни делал, это не имеет цены, да, и он никак не может повлиять на ход событий, да. И тут же родитель, который подключается, да, ещё выше, ещё больше, давай сейчас как где-то ходы. А как ещё можно, да, что ещё можно сделать? А если она падает, эта башня, то тогда что? Да, да, и когда, если даже падает ребёнок, например, там рвёт, и один из родителей может говорить, ну вот я же тебя предупреждал об этом, да, что это всё упадёт, зачем ты это всё строил, да, а другой давай вытирай слёзы и строю заново, да. То есть вот от нашей с вами позиции, опять-таки, смотрите, вот это такое понятие, ёмкое, да, такая важная структура личности, как, ну, подструктура, наверное, да, потому что у нас же их много, как жизнестойкость, она развивается опять с помощью родителей. Ну, конечно же, и не без участия самой личности, которая растёт. Которая растёт, да. Но я думаю, что далее это уже не только родители, но уже, да, там и педагоги и так далее будут включаться активно. То есть получается, что именно, ещё раз я хочу сказать, да, противоположным полюсом контроля будет именно чувство беспомощности, я ничего не могу. И тогда мы можем каждый раз в ответ на «не могу» задавать вопрос, хорошо там, да, а что всё-таки ты можешь в этой ситуации, да. А вот, кстати, вы знаете, в практике часто встречаю детей, у которых очень часто звучит это слово, да, «я не могу», «я не могу это», «я не могу это», «не хочу», а «не могу». Это тоже перекладывание ответственности, тогда «я не хочу это», а «вместо этого я хочу что». Что. Поэтому мы, конечно же, должны с вами обязательно, если вдруг вы понимаете, что вот у ребёнка есть вот сейчас то, что мы описываем, да, вот этот уже какой-то второй, другой полюс простроен, да, тут надо, ну, не упустить, мне кажется, возможность, да, и разобраться, чем можно помочь ещё, например, в будущем подростку. Да, конечно, да, например, ребёнок может не видеть всех вариантов, да, а взрослый здесь может, или там, да, побуждая его рассуждать, да, как бы находить какие-то, да, способы разрешения какой-то трудной ситуации. Но я думаю, мы можем к третьему компоненту – это принятие риска. Так. Вот на самом деле, несмотря на контроль, да, несмотря на то, что мы говорим, человек там, да, автор своей жизни и хозяин, да, не всё от него зависит. На самом деле есть внешняя среда, да, есть, например, неудачи. Есть другие люди. И какой-то негативный опыт, который может быть, да, скажем так, использован во благо личности. То есть вот принятие риска рассматривается как убеждение в том, что всё, что случается, нужно для развития, да, такая получается положительная переоценка ситуации, да, когда человек говорит, да, не про положительный, отрицательный опыт, а про опыт приятный и полезный. То есть любая ситуация, какая бы она ни сложилась, она будет для меня уроком, да, я извлеку опыт из этого урока и его себе присваиваю и иду дальше, да. То есть вот на этой ситуации не заканчивается твой сценарий жизни. Да, да, как вот в военном деле, да, что вообще полная победа, она складывается, да, из в том числе поражений каких-то, да, которые иногда дают более ценный опыт даже, нежели победы. Вот смотрите, как этому можно научить личность, растущую личность? Да, вот я здесь прежде всего хотела бы акцент сделать на разнообразном опыте, который эта личность должна получить, ну, в том числе, да, то есть это новое впечатление, это изменчивость и разнородность среды. Вот очень часто вот наблюдаю, например, ситуацию примерно следующую, не знаю, там, например, взрослый играет с ребёнком в шахматы, и ребёнок проигрывает, да. Иногда взрослый для того, чтобы избежать каких-то негативных переживаний, там, ребёнку, ну, например, идут ему на уступку, там, не подыгрывают, да, да. И тогда, не знаю, например, он всё время в ситуации победителя, вроде бы всё хорошо, эмоционально комфортно, а в жизни всё по-другому, да. Или, например, ну, то есть ребёнок где-то должен, ну, получить опыт, например, отказов, да, каких-то, может быть. Да, однозначно, обязательно, и лучше, чтобы он это получил именно где-то вот здесь, да, в экологичной ситуации. Да, может быть, с обсуждением, да, вот. И в этом смысле вот эти так называемые тепличные условия, которые иногда из самых лучших побуждений создаются родителями. Да, да, родителями, в общем-то, потом дурную шутку. Играют. Да, играют. Такая медвежья услуга своего рода, да? То есть получается, что они находятся в условиях очень однородной среды, которая не богата, да, вот этим жизненным. Да, и вот сюда же я бы отнесла, наверное, вот как раз взращивание в детях вот этой вариативности мышления, да, то есть когда ты на одно и то же событие, на одну и ту же ситуацию можешь посмотреть с разных вообще абсолютно сторон. И иногда ребёнку не хватает на это своего жизненного опыта, да, тогда мы можем предложить ему и ещё какие-то варианты, и тоже так же обсудить, да. Вот я, к примеру, опять-таки хочу привести. Вот ребёнок сидел-сидел, учил уроки, и никак не может там, ну, очень много задано, никак не может там, например, какой-то предмет выучить, а уже поздно, да. Мама предлагает ему, ты уже всё, ложись спать, он говорит, у меня урок недоучен, да. Ну, хорошо, какие есть варианты, да. Он говорит, ну, вот завтра там рано встану и выучу. Вариант, а почему бы нет? Встану, как всегда, не выучу, получу два, как вариант. Приду, у кого-нибудь спешу, как вариант, да. Меня вообще не спросят, не будут двойки. Тоже, как вариант. И вот таких вот вариантов их может быть много. И когда ребёнок это видит, да, то есть как бы у него-то, может быть, в данный момент, когда вот он видит, что он просто урок не выучен, он не видит вот этих возможностей, как может развиваться событие, да. И это тоже к вопросу жизнестойкости, потому что на самом деле дети, которые умеют где-то вовремя списать, где-то вовремя с кем-то договориться, где-то вовремя что-то сделать, да, это тоже здорово потом в жизни этот опыт помогает. Это тоже правильно выстраивание коммуникации. Ну да, но здесь я бы хотела сказать, да, с точки зрения, ну, иногда, да, получить двойку, это тоже очень полезно. Да, да, чтобы для себя сделать определённые выводы. Да, и там, не знаю, посоветоваться, проконсультироваться со своими одноклассниками, да, то есть, например, обсуждение этой жизненной ситуации, например, а какие ещё возможности были упущены, что можно было сделать до этого, да, например, не заводя ситуацию в тупик, например. Да, обязательно. То есть анализировать, да, проговаривать, показывать, объяснять. Ну, это вообще удел нас, родителей, если у вас есть дети. Итак, я правильно понимаю, первое ядро – вовлечённость, дальше контроль над своей жизнью и дальше принятие рисков. Да. Да? То есть, если вдруг человек говорит, что я вообще такой вот прямо по природе своей, я такой не рисковый, не рисковый, я вообще не собираюсь ничего вот там вот, варьировать, ничего, вот эти какие-то, да, вот я вот тут вот живу в своём собственном мирочке, да, и оставьте меня, пожалуйста, в этом мирочке, то, опираясь на вовлечённость и контроль над своей жизнью, не развивая вот это третье качество, да, уже жизнестойкость уже не на таком хорошем уровне. Правильно я понимаю, да? Да, да, да. То есть, если выпадает какой-то компонент… Примеры такие очень интересные привести. То есть, например, на самом деле, вот когда мы говорим о жизнестойкости, да, мы рассматриваем это как некий ресурс, который человек может в себе развивать, который он может в себе осознавать, да. То есть, это не отрицание, например, проблемной ситуации как таковой, да, а способность признать наличие, да, этой проблемной ситуации, смелость изменить эту ситуацию, выгоду, скажем так, для себя. И вот интересное исследование, о котором я говорила, да, оказывается, например, жизнестойкость, естественно, связана с нашим состоянием здоровья. И если у человека, например, высокий уровень развития всех трёх компонентов, то есть, 1% вероятности, что он заболеет, если выпадает хотя бы какой-то один компонент, сразу же 50, ну, примерно округлён, 58%, то есть, почти наполовину снижается. Если у нас на высоком уровне развит какой-то один из компонентов, вероятность заболеть 72%, а если ни одного, низкий уровень всех трёх, ну, 93% фактически. То есть, получается, жизнестойкость равно здоровье. Да, 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 да. Да, здоровье, я думаю, что успешность, эффективность, то есть, очень много мы можем, ну, как бы, последствий жизнестойкости увидеть. Да, увидеть, да, или связанных, смежных понятий. И я хотела ещё здесь отдельно остановиться, что на самом деле, вот, жизнестойкость – это и способность к преобразованию неблагоприятных обстоятельств, да, своего развития. Например? Ну, я не знаю, да, это, условно говоря, как минус переделать в плюс, да, например, какую-то сложную ситуацию, ну, например, сейчас вот вспоминается, там, у знакомых ситуация, ремонтирует машину, сложный клиент всё время чем-то недоволен, всё время придирается, то есть, и в этой ситуации увидеть, ну, какой-то некий уникальный опыт. Я смогу, научусь работать с такими сложными клиентами, я настолько разберусь, да, например, в деталях и механизмах, что мне этот опыт будет, ну, крайне полезен, да. То есть… И я потом, опираясь на него, да, прямо могу сказать, что я эксперт в этих вопросах. Да, 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 да. Отлично, да, например, вот так. И интересно мне показалось, да, какие же механизмы ещё развития жизнестойкости мы можем назвать, помимо того, что мы уже обозначили. То есть это, во-первых, такие, я бы сказала, жизнестойкие убеждения. То есть мы видим, что фактически жизнестойкость начинается с системы оценки ситуации, да, какая это ситуация, какой я в этой ситуации. И несмотря на то, что наши убеждения достаточно устойчивы, мы всё равно можем их менять. Потому что если убеждение ложно, вот, например, ближайший какой-то пример, там клиентка жила и живёт с убеждением о том, что, например, там, никому нельзя доверять. Или, например, я никому не нужна, да. То есть, соответственно, это убеждение формирует всю её жизнь, сценарий и так далее, да. И стиль жизни. Да, стиль жизни. Вот второй, скажем так, механизм – это создание мотивации, да, например, преодолеть, справиться с этой какой-то, может быть, сложной жизненной ситуацией. За счёт этого активизация, мобилизация, которые дают энергетический подъём какой-то, да. Вот. Дальше мне очень интересным показалось это увеличение ответственности и заботы о своём здоровье. То есть несмотря на то, что жизнестойкость – это некий такой ресурс психический, психологический, но… Он очень сильно сказывается на физическом уровне. Да, и наоборот, да, получается, что когда мы чувствуем бодрость, да, то есть когда мы, не знаю, там, выспались, да, когда мы сыты, да. То есть мы фактически через ресурс тела начинаем активизировать уже психологические ресурсы. Ну и если, например, собственных ресурсов недостаточно, у нас всегда есть в нашем окружении те люди, которые нам могут оказать социальную поддержку какую-то, да. Моих ресурсов недостаточно, но тогда они есть во внешней среде, просто нужно оглядеться, осмотреться. Да, да. Для того, чтобы найти эту проблему, решить её, эту задачу, да, и уже… Ну, я даже скажу, да, что на самом деле это может быть и специалист, а с другой стороны, в нашем окружении есть и люди, которые, выслушивая нас, могут дать нам ценные советы. Да, поддержать. Да, поддержать. Да, поддержать. Возможность вообще услышать самих себя, да, получить какую-то альтернативную, ну, как бы, точку зрения, взгляд на происходящее. Я просто, знаете, Юля, я бы просто за более качественное, да, потому что мне кажется, что вот специалист, он быстрее тебя приведёт в ресурсное состояние. Нежели вот ты будешь ходить к подругам, там, да, к родственникам, да, ну, а если они тоже в нересурсном состоянии, да. Ну, я согласна здесь. Даже, даже выбирая, например, психотерапевта, я для себя всегда определяю, да, например, это же личная там терапия, да, я для себя определяю, вот этот специалист сам в ресурсе или нет, да, могу ли я с ним там, да, выйти на другой уровень развития, или же я опять-таки там только, ну, останусь там до золотая какие-то определённые там свои какие-то моменты, ещё что-то. Да, да, то есть ресурсность, это фактически, да, и наполненность, да. Конечно, конечно. Это разные, всякие вещи в том числе, вдохновение, вера. Давайте ещё, у нас есть немножко времени, да, прямо как-то вот так обобщим для всех наших слушателей, как же можно развивать компоненты жизнестойкости. Причём, вот можно прямо даже, мне кажется, проговорить, вот мы уже говорили там про детей, да, а давайте сейчас возьмём вот уже такой взрослый, да, больше взрослого человека. Ну, я, наверное, сказала бы, да, то есть переложив это всё, ну, во-первых, такая вот, да, базовый взгляд на себя и на окружающий мир, я хороший мир, хороший, да, то есть это, опять-таки, да, не обесценивание, а присвоение, да, всех положительных характеристик. Даже дети, вот, да, например, когда мы им читаем сказки, да, они себя очень часто ассоциируют, там, например, с тем или иным героем, да, и ведь это тоже моменты такие проговаривания, да, вот я хочу быть там Ильёй Муромцем, да, почему? А потому что вот он там защищал землю русскую, там, да, народ там русский, ещё кого-то, да, всё, ты уже какое-то себе ресурсное такое состояние присвоил. Ну, отлично, будь этим Ильёй Муромцем, не важно, что тебя зовут Паша, да, как бы, да, образно говоря. Отлично. Ну, я бы даже, знаете, наверное, если совсем кратко и лаконично, да, с учётом времени. Нет, у нас есть время у вас ещё. Вот хочу, могу и надо. То есть хочу – это про вовлечённость, чёткое понимание, чего мне нужно, что мне нравится, куда я хочу идти, да, второй компонент – что я могу сделать для того, чтобы дойти до этой точки. Да, да, и, соответственно, надо, да, то есть есть некие внешние, внутренние препятствия, да, может быть, сама ситуация неопределённости и риска, да, с которой нужно справиться, да, то есть есть некая внешняя среда, на фоне которой. И вот когда есть согласованность всех этих компонентов, мне кажется, и человек счастлив, и внутри него всё, да, спокойно и гармонично, и его ресурс жизнестойкости работает на полную катушку. То есть, Юля, мы сейчас можем, например, так как у нас практическая психология, да, прямо предложить нашим слушателям взять листочки, карандашик, да, и написать, чего я вообще хочу в этой жизни, да, что я могу, да, и чего надо. Да. И посмотреть, какой сценарий у меня складывается, да, посмотреть, где мне нужно усилить, вот это, может быть, я у меня хочу-то очень много, да, могу тоже неплохо, но вот как-то принять, что вот это вот надо, а ведь ещё кому надо-то, да. Нужно что-то другое, да, и как тогда быть с этим. Вы пробовали эту методику? Ну да, в разных вариациях, я думаю, что довольно любопытно, да, то есть вот чётко, да, вот я знаю, например, даже в плане какой-то тренинговой работы, да, там в некоторых подходах в течение часа даже человеку предлагают прям проговаривать, что я хочу, да. Потому что, смотрите, мы иногда не осознаём вообще вот эти свои хотелки, да? Да, свои собственные потребности, а с них начинается вот, скажем так, да, движение какое-то. Ядро-то вот это, да, жизнестойкости. Да, 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 а потом уже, да, вот а что я могу, да, и что вообще в среде происходит, да, что на самом деле момент надо, потому что человек может хотеть, например, с точки зрения даже планирования собственных дел много чего сделать, да, но для того, чтобы, ну, как-то разобраться, да, с этим, там, есть разные приёмы, да, например, там, важные, неважные, срочные, несрочные, это уже некая классификация, да, и тогда это даёт возможность, ну, как бы вот, может быть, более целенаправленно двигаться, да, там, в своей жизни. Не хаотично, да, там, вот, и получается, что я даже думаю, что если там захочется сделать ещё шаг, да, можно прямо хочу и не хочу даже, да, могу и не могу, да, и уже надо и не надо конкретизировать. Вот видите, как здорово. Давайте мы сейчас ещё в завершение повторим, что же у нас такое жизнестойкость, да, и, наверное, на этом уже закончим сегодняшнюю нашу программу. Мы сегодня говорили о том, как развивать компоненты жизнестойкости, жизнестойкость как ресурс личности. Итак, подведём такую определённую черту. Ну, я бы сказала, что жизнестойкость – это, прежде всего, такая вот, может быть, установка, да, которая делает жизнь ценной и придаёт ей смысл при любых обстоятельствах. И для того, чтобы жизнестойкость, ну, не знаю, могла быть проявлена в полной мере, да, то есть она требует и адекватной самооценки человека, и его волевого потенциала, да, и высокого уровня его вообще коммуникативных каких-то навыков, потому что не всё я могу сам, да, и нужно контактировать со средой в плане даже реализации своих желаний, да. И я бы сказала, что жизнестойкость – это один из главных параметров именно способности к зрелым и таким сложным формам саморегуляции. То есть это показатель, в том числе, зрелости человека, его, ну, не знаю, наверное, да, самореализации. Вот такой замечательный ресурс мы сегодня разобрали, да. Дай Бог, чтобы у каждого человека жизнестойкость была на высоком уровне. Сегодня в программе «Практическая психология» у меня в гостях была Юлия Санникова, доцент, кандидат психологических наук. Юлия, спасибо вам большое, программа была очень интересная. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...